День защиты детей с Натиже. Молочная фабрика пригласила к себе на праздник маленьких карагандинцев. Развлекали детей клоуны, фокусники, танцоры и волшебный парашют. Подробности у нашего корреспондента. Компания Натиже уже не в первый год организовывает для детей сотрудников компании праздник о Дню защиты детей. Кстати, выступают не только профессиональные артисты, но и сами работники фабрики. В этот день они перевоплотились в любимых сказочных героев малышей. Торжественное мероприятие открыл генеральный директор компании Натиже Ерлан Ашимов. Дети наши любимые, мы вас с удовольствием поздравляем с сегодняшним праздником. Мы специально пригласили на этот праздник на свой завод, на молочный завод Натиже. Это завод, где работают ваши папы и мамы, дедушки и бабушки. Мы хотим, чтобы вы посмотрели, где они работают, чтобы вы посмотрели, как делаются йогурт и снежок. От начала до конца детей развлекали нарядные клоны. Главной фишкой на празднике был приглашенный фокусник. На него и дети, и взрослые смотрели удивленно, раскрыв рот. Ловким движением руки он сумел вытащить из видеокамеры оператора первого карагандинского шарик. Детей разукрашивали аквагримом. Желающие могли разрисовать асфальт разноцветным мелками. Праздник сопровождали танцы и игры. Ребят научили играть национальную, но, к сожалению, забытую поколением игру – асики. Словом, и дети, и взрослые остались довольны гулянием. Тут всякие многоразвлечения, и что у нас тут приехали много взрослых, и мне нравится, что тут все, и что покажут мамину работу, и что тут все классно. Праздник прошел отлично. Спасибо вашему руководству, что каждый год созрели. Организовывают для детей праздник, детям всем нравится. Со своим сюрпризом приехала команда социального проекта «Оинбас» из Тимирта. Мы приехали с различными станциями, с игровым парашютом. Через несколько минут вы увидите наше разноцветное полотно, которое объединяет и дарит улыбки всем детям и взрослым. Самой счастливой в этот день была дочь одной из сотрудниц фабрики, страдающей ДЦП. Руководство компании «Натиже» подарило ей инвалидную коляску, чтобы девочка смогла самостоятельно передвигаться. Амина Смакова, Лжас Кабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.